Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас в Московском планетарии. Здесь мы рассказываем о звездах, планетах и далеких объектах космических, и некоторые из них показываем. Но в основном это происходит на искусственном звездном небе или в виде фотографий и изображений. Единственное, что мы можем предложить нашим посетителям потрогать руками – это небесные камни. Камни с небес – метеориты. Мы рассказываем также о том, откуда они берутся на небе и как попадают на Землю. О том, что они собой представляют и как мы их изучаем, расскажет наш большой друг, геолог, поисковик-метеоритчик Дмитрий Качалин. Добрый день! Приветствуем вас в Московском планетарии, в зале Урании. И сегодня, как обычно, с вами компания «Камни с неба» снимает нас, маньяки науки, любители всего интересного, научного и популярного. Освещаем нашу любимую тему – метеориты. Сейчас мы вам расскажем о достаточно выдающейся коллекции метеоритов Московского планетария. Пожалуй, одна из лучших коллекций, можно сказать, России. Очень хорошо представлена, очень доступна. Есть образцы, которые можно потрогать руками, пофотографироваться, загадать желания. Достаточно много фотографических материалов, современной информации. Коллекция основана на, можно сказать, на находках последних времен. Начиная с 1995 года происходит активный поиск и сбор метеоритов по всему миру, в частности, и нами, и нашей командой тоже. И большинство, очень много этих экземпляров, найденных за последнее время, разместилось в коллекции Московского планетария. Поэтому тут, можно так сказать, коллекция составлена наиболее современная коллекция, потому что есть исторические коллекции в Минералогическом музее имени Ферстмана, в Музее космического вещества Геохи. Там такие фундаментальные, научные коллекции, образцы расположены, в основном, так, для научного изучения, или просто, ну, как факт накопления. А здесь коллекция представлена очень популярно. Можно все посмотреть, почитать, даже есть мониторы. Вот сейчас вот только что мы ждали, пока посетители освободят зал. Я видел, что интересующиеся люди тут могут получить очень большое количество информации, в общем, даже, сказать, исчерпывающее количество информации о метеоритах. Даже если что-то там непонятно по витринам, по витринам можно подойти и прочитать. Как же ищут метеориты? Существует два наиболее эффективных поиска метеоритов. Первый способ – это металлопоиск с помощью самого простого и очень сложного, очень дорогого глубинного металлодетектора. То есть с этим способом есть возможность обнаружить метеориты, в которых содержится металл. 99% метеоритов содержат железо, и могут быть обнаружены с помощью металлодетектора. В частности, здесь представлена очень красивая коллекция метеорита Сихотей-Олень, железного метеорита. Вот его собирают и ищут только с помощью металлоискателя. Визуально обнаружить в уссурийской тайге практически ничего невозможно. Да, в 1947 году, когда он упал, образцы лежали на поверхности. Но сейчас обязательно, чтобы поехать и найти, и это возможно, метеорит Сихотей-Олень, вам нужен металлоискатель. Чем более мощный он будет, чем более он будет иметь широкий захват, чем более он будет глубинный, тем больше вероятность того, что вы что-то найдете. И второй способ – это поиск визуальный. Как правило, он применяется в пустынях. В древних пустынях, такие как Султанат Аман, Сахара, в Египте тоже есть пустыни подходящие, Ливия. И сейчас последняя пустыня, которую мы начали активно осваивать, это пустыня Атакама в Чили. В коллекции планетария очень хорошо представлены образцы каменных метеоритов, найденных в Султанате Аман. До 2005 года можно было спокойно ездить в это государство. Закона, запрещающего искать метеориты, нет. Соответственно, можно было поехать по туристической визе и найти определенное количество каменных, в основном каменных метеоритов визуально, с помощью автомобиля. Брался автомобиль в аренду, садились два человека, один смотрел направо, другой налево. Ехали с небольшой скоростью по пустыне, исследуя какие-то ровные поверхности, не занесенные песком. Ну и пригодные для проезда. Вот вся верхняя часть вот этой витрины – это все находки каменных метеоритов в пустыне Султаната Аман. Бывало, что одна команда поисковая могла найти до 20 единиц разных метеоритов в день. То есть, в общем-то, поиск был достаточно продуктивный. Соответственно, повторяю, два основных способа поиска метеоритов. Металлопоиск – можно обнаружить железокаменные метеориты. Некоторые каменные метеориты тоже можно обнаруживать с помощью металлодетектора, но это уже гораздо сложнее и тоньше. И визуальный поиск – это поиск пешком или с автомобиля в пустынях. Пустыни нужно выбирать, как я уже сказал, древние. Из того, что не озвучено еще, в принципе, это пустыни Соединенных Штатов Америки и Австралии. Во всех крупных пустынях древних есть возможность обнаружить метеорит, даже неподготовленному поисковику. То есть, главное – желание и некоторое количество денег, чтобы добраться, например, до Чили. Железный метеорит Сихоте-Алинь – это мой любимый метеорит, поскольку с него началась вся история моих поисков метеоритов. Первый раз я поехал туда в августе 1995 года. В коллекции Планетария представлено очень много образцов. В основном это индивидуальные экземпляры, и они так расположены очень удачно, примерно как расположен сам эллипс рассеивания. То есть, в голове его большие индивидуальные экземпляры, в хвосте его мелкие индивидуальные экземпляры. Но, в принципе, вот в этой голове должно быть кратерное поле, которое примерно занимает площадь километр на километр, и на нем обнаружено было несколько крупных кратеров. Самый большой был 27 метров в диаметре и 9 метров в глубину. То есть, это достаточно мощный удар был, и вокруг этого кратера мы ходили с металлоискателями и собирали осколочные экземпляры железного метеорита Сихоте-Алинь. Ну, к тому времени он был уже полностью изучен, существует, образцы существуют во всех представительных коллекциях, скажем, даже мира, не то что России, поскольку в момент падения 12 февраля 1947 года выпало его так много, что было очень легко его собирать, и около 100 тонн в сумме было собрано. И этот метеорит, вот он тоже был очень значительный для 20 века. Тоже много очень данных, как и Челябинский впоследствии, позволил обнаружить и зафиксировать. Ну, ближе к нашим поискам. Значит, мы ходили вокруг кратеров и собирали, в общем-то, небольшие фрагменты. Ну, опять мне там самый большой фрагмент, я сейчас точно уже не помню, но около килограмма или двух. Примерно месяц мы пробыли на этом месте, и все, спрашивали нашего проводника, а как же, где еще можно походить, посмотреть, потому что то, что было в музеях, оно было немножко другое. Мы собирали осколочные экземпляры. А оказалось, что индивидуальные экземпляры находятся в 10 километрах от того места, где располагался наш лагерь. И в то время, после 40-х годов, после 50-х годов изучения, становления нескольких экспедиций, там все уже заросло, и ни тропы, ничего там не было. И мы буквально, когда все-таки мы уговорили нашего проводника нас туда отвезти, мы буквально прорубались. Потому что уссурийская тайга, это очень, она такая субтропический климат, там очень богатая растительность, там много южных растений, даже виноград растет в тайге. И нам пришлось очень долго пробираться. Ну, проводник нас отвел. Мы с другом вдвоем остались. Был уже вечер. Там вырубили площадку себе, сделали на стил под палатку, установили палатку. Ну, и буквально там осталось примерно полчаса уже до темного времени суток. Но мы все-таки решили, там был старый зимник. Зимник – это дорога, по которой ездят только зимой. В основном лесозаготовители там ездят. Старый заросший зимник. Но, тем не менее, это место, где хотя бы хоть как-то можно было помахать металлоискателем. Потому что в других местах, пока мы видели только сплошные кусты, растительность, и искать там было очень тяжело. Ну, и мы договорились, что там друг пойдет в одну сторону, а я в другую. Ну, метров через сто у меня такой хороший, уверенный сигнал. Я вытащил вот такие вот шкворень от гусеницы. Ну, уныл, приуныл, конечно. Ну, тем не менее, продолжил. Там буквально мне метров 300 осталось еще пройти. За эти 300 метров я еще один сигнал выковырил. Но я не понял, что это. Я тоже подумал, что это какая-то ржавая деталь от трактора. Потом это оказалось метелитом. И вот уже там близился момент к развороту, чтобы мне пойти назад. Я шел по одной колее зимняка, а потом решил возвращаться по другой. Вот. Ну, такой хороший, уверенный сигнал. Я подумал, а, какой-нибудь опять или трос, или трак, или потому что сигнал был очень мощный. Вот. Достал тяпочку для копки метеоритов. Ну, вот. И, значит, с первого удара раз ткнул, увидел что-то такое малюсенькое, металлическое, ну, прям буквально с ноготью. Вот. И, ну, не понял сначала, что это такое. Стал копать. Вот. Стал копать, обкопал, и увидел все такое. Увидел, вот как здесь можно приглядеться. Увидел белый такой, даже не белый, белый, синий, серый отблик. И я понял, что да, я нашел индивидуал. Потому что вот потом уже их нельзя ни с чем было спутать. Оказалось, что это был образец массой 2,8 килограмма. Он стоял вертикально. Вот. У меня от него осталась только фотография. Вот. Но это был самый крупный и самый выдающийся образец за всю нашу поездку. Вот. То есть это была просто невероятная удача. Я счастливый с этим камнем вернулся в лагерь. Оказалось, что мой друг тоже нашел два индивидуальных экземпляра. Вот. И на следующий день мы уже там начали, конечно, собирать более активно. Вот. И несколько раз после этого случая, после этого там ездили в 96-м году, в 97-м, в 98-м. Потом уже появились другие направления. Мы поехали в Белоруссию, поехали в Султанат Аман, там в Татарстан. Вот. Но Сихотеолин, конечно, запомнился как первый. Он вообще первый для всех, кто собирается коллекционировать метеориты. Самый популярный, самый известный, самый красивый, пожалуй, из всех метеоритов. Вот. Ну и для меня он тоже оказался таким первым и знаковым. После чего все. Я решил, вот это да, вот это дело. Вот это интересно. Надо собирать метеориты. В коллекции метеоритов Московского Панетария представлено несколько образцов, в которых я либо лично, либо наша команда принимала участие именно в находках. Сейчас мы расскажем вам про один метеорит, который нашел непосредственно я. Это каменный метеорит, монониктовый Ивкрит, дофар 1439. Как правило, как правило, мы приезжали в пустыню на автомобилях, внедорожных, брали с собой запасные канистры с соляркой, запасные колеса, иногда даже по два, вот, лопату, доски, чтобы выковыриваться из песков, в которые мы все-таки иногда попадали. Поиск осуществлялся следующим образом. В команде участвовало два человека на передних сиденьях, договаривались секторы осмотра. Один смотрит, условно говоря, прямо влево, второй смотрит прямо вправо. Скорость движения была от 5 до 20 км в час, поскольку было понятно, что на большей скорости увидеть небольшие экземпляры будет очень тяжело. То есть, увидеть вы их увидите, но мозг не успеет отреагировать и проанализировать, а что же вы увидели. Ну и проходил, как обычно, поиск. Хороший был день. Ну, это было еще более утро. По-моему, одну или две находки мы уже с моим партнером по команде совершили. И это как раз была поездка, когда мы решили снять комплексное видео о, собственно, поисках метеоритов в Султанате Аман. Поэтому у нас с собой были, с собой было хорошее оборудование. Вот. Образец этот мы увидели, ну, наверное, метров 70. Естественно, там ни о каком видео я не думал. Я скорее нас давил на педаль газа. Вот. С большей скоростью мы подъехали к этому образцу. Вот. И я, не удержавшись, открыл. То есть, у нас была договоренность с оператором, что мы спокойно подъезжаем, останавливаемся, ставим камеры, снимаем видео. Но когда мы увидели это, я все, я все забыл. Вот. Поскольку, ну, реально, здесь мы видим только спил. Вот. А метеорит был, ну, гандбольный мячик. Вот. Шесть килограммов для каменного метеорита, то есть, шесть килограммов железного метеорита, это, ну, вот, два кулака было бы. Шесть килограммов каменного метеорита, практически не содержащего железа, вот, и в Крите, чем славные, чем они ценны. В них очень мало железа, они не магнитные, их тяжело идентифицировать. Вот. Они очень похожи на лунные метеориты. Вот. Поэтому азарт поиска таких метеоритов, он увеличен. Вот. И когда мы подъехали к этому камню, я даже сразу не понял. У меня еще было достаточно мало опыта поиска пустынных метеоритов. Я даже сразу не понял о метеоритах, то, что мы нашли. Но, там, уже при ближайшем рассмотрении было понятно, да, это действительно метеорит, он был большой, он не магнитился, поскольку магнит всегда был, ну, это основной инструмент поисковика метеоритов. Мы попробовали, он не магнитится. Вот. И это, то есть, было ясно, что мы нашли что-то интересное, прям, что-то очень-очень интересное. Вот. После этого мы успокоились и начали уже съемки. Заехали к этому метеориту с другой стороны. Вот. И есть, в частности, есть видео конкретно подъема вот этого метеорита с земли, с песка. Также, очень недалеко, тоже, в районе Дафар, еще один Эвкрит, и его можно обнаружить, я думаю, даже сейчас. Этот оказался индивидуальным экземпляром, то есть, мы там объездили, все, рядом больше ничего не было обнаружено. Но, рядом существует метеорит, тоже Эвкрит, Дафар 007. Это его, Дафар, это название района, 007, это его номер, поскольку метеоритов так много, что имена, которые присваиваются им, уже имеют нумерацию. То есть, если будет метеорит Москва, а потом найдут еще один метеорит Москва, то будет Москва 1. Вот так вот формируется название метеоритов. То есть, вообще, название метеоритов формируется по ближайшему населенному пункту. Так вот, метеорит Дафар 007. Искали первоначально его с помощью автомобиля, искали долго, потом метеориты стали кончаться. Как-то это не всем понравилось, в частности, мне. Я подумал, дайте вы высадите меня утром, пока было не очень жарко. Вот. Взял воду, взял шапочку и пошел пешком. Потому что там, ну, к обеду становится настолько жарко, что невозможно выйти из машины. Кондиционер работает постоянно. Вот. И буквально там, пройдя метров 300, я увидел кусок непонятно чего. Ну, он просто выдавался рельефный из поверхности. То есть, он был не черный, он был не коричневый, он был не ржавый, он был не магнитный, он был не похож на метеорит на самом деле. Вот. Но, когда я поднял его и взял его в руки, то та часть, которая была в песке, я увидел, что она действительно покрыта корой, там есть характерные трещинки. Вот. Вот таким образом был обнаружен образец достаточно крупный, самый крупный на то время, 2,8 килограмма и в Крита до фар 007. Вот. А почему он был не обнаружен ранее? Потому что он лежал на поверхности и пески, которые постоянно дуют, ветры, которые постоянно дуют и несут песок, они шлифуют метеориты, вот. И они просто содрали кору. Ну, возможно, еще при ударе она облетела, а еще песок, эрозия, ветровая эрозия потом дополнила этот процесс, и метеорит просто был светлый, поэтому его не видели с машин, вот. Таким образом мы открыли новую, ну, не эпоху, а новый, новый путь поиска метеоритов. То есть мы находили дождь и выходили пешком, вечером и днем, пока можно было ходить пешком, не без кондиционера, то есть не в автомобиле под кондиционером, а пешком. И вот таким образом искали метеориты. Железный метеорит Мунина Луста один из самых ярких представителей всех метеоритов. Почему? Потому что это среднеструктурный, даже сказать, мелкоструктурный актоидрит, достаточно хорошо сохранившийся, его очень много, и поэтому для того, чтобы больше его продавать, люди стали делать из него ювелирные и какие-то другие украшения. Ножи, вещи декоративно-прикладного искусства, накладки там какие-то, ручки, ну, уже кто, как кто, что может. В частности, мы делаем из него кольца, кулоны, серьги. Вот. Чем еще примечательен этот метеорит? Тем, что его можно искать сейчас официально. Государство Швеции выдает разрешение на поиск метеорита, нужно только заранее этим озадачиться, вот, и получить разрешение на конкретные территории, поскольку там частные земли, вот, кто-то запрещает у себя на территориях поиск метеорита, а кто-то не запрещает. Соответственно, можно приехать в Лапландию, поскольку это за полярным кругом находится, очень красивое место, ну, кто бывал в Карелии, в России, знает, вот, очень похожая природа, очень красиво, много рек, много озер, много рыбы, много оленей, и диких, и домашних. И что еще очень хорошо, что очень хороший, красивый, и ухоженный лес, у них там лес, ну, как парк, ну, поскольку мелкой растительности мало, ну, местами, конечно, она попадается, то есть, фактически, с металлоискателем вы гуляете по парку, вот, ну, правда, поиск ведется очень активно, хороших мест уже очень мало, таких парковых зон, где можно было собирать метеориты, уже осталось все меньше и меньше, тем не менее, до сих пор, вот, последний раз мы ездили в 2019 году, и около 30 килограммов, там, ну, несколькими кусками, по-моему, 8 кусками удалось вот лично мне найти. Так как вы находитесь в Европе, то, собственно, метеорит попадает в ваши руки, становится вашей собственностью, дальше вы можете с ним делать все, что хотите, можете отвезти его на выставку Мюнхен продать, можете отвезти его в Россию очистить, распилить, как это делаем мы, наделать украшений, можете разместить там, в коллекциях, вот, в частности, в коллекции московского планетария есть осколочный экземпляр, полностью очищенный от државчины, метеоритом унионолуста, и спил, протравленный в кислоте для выявления структуры. Эта структура является сама по себе стопроцентным доказательством того, что мы имеем дело с метеоритным веществом. Структура называется видманштеттеновой фигуры, вот, была обнаружена ученым, по его имени была названа. Она характерна только для метеоритного вещества, но для железных метеоритов, для так называемых актоидритов, мелкоструктурных, среднеструктурных и грубоструктурных. Железокаменный метеорит Брагин это третий метеорит, на котором, метеоритный дождь, на котором удалось побывать мне в своей жизни еще в начале, первый раз я попал туда в 2001 году. Чем примечательен этот метеорит? Тем, что он находится недалеко, можно доехать на автомобиле. Находится на территории Беларуси, в Гомельской области. В Беларуси точно так же, как и в России, нет законов, запрещающих поиск и сбор метеоритов, ну, соответственно, чем пользуются поисковики. Но есть определенные сложности, поскольку метеорит, поле рассеивания метеорита, в основном попадает в зону отчуждения, образовавшуюся при аварии над Чернобыльской АЭС. Соответственно, местами в этом замечательном лесу, на этих замечательных полях, на которых мы осуществляли поиск метеорита, фон доходит до одного миллирентгена, то есть это тысяча микрорентген. Ну, надо вам сказать, что нормальный фон 25-50 микрорентген. однажды мы расположились там, ну, после полудня поиска, расположились на петлячок, выложили там, ну, кто еду, перекус там с собой, ну, и вдруг, как обычно, по обыкновению, рядом с едой кладет счетик Гегера. Положили его на землю, он как затрещал, вот, и там, буквально за 10 секунд набрал 800 микрорентген. Мы так аккуратненько поднялись, все, упаковали назад в автомобиль и переехали на другое место. Непростой поиск, поскольку зоны военных действий после Великой Отечественной войны, там масса, масса артефактов, патроны, каски, даже, к сожалению, попадаются неразорвавшиеся мины. Сигнал на мину точно такой же, как на хороший кусочек метеорита Брагин. Поэтому копать приходилось с осторожностью, и тем, кто собирается на поиски, всегда нужно об этом помнить. Хоть уже прошло очень много времени, вот, но, к сожалению, эхо войны до сих пор дает о себе знать. Искали долго, две недели. И за эти две недели удалось обнаружить вот мне лично всего лишь один экземпляр железокаменного метеорита Брагин, но достаточно большой. Но заслуга находки принадлежит не одному мне, а мы ходили вдвоем, поскольку поисковый контур очень большой, 2 на 3 метра, вот, так называемая петля. Мы носили ее в то время по двое. То есть, один носил на себе прибор и в одной руке держал петлю, а другой там, ну, какой-то шансовый инструмент, там рюкзачок с перекусом. Вот, то есть, заслуга находки принадлежит двум человекам, двум Димам, мне и еще одному Дмитрию из нашей команды. Тем не менее, это очень выдающаяся, запоминающаяся находка и вообще поездка вот в Гомельскую область, поселок Брагин была очень интересная, поэтому мне очень приятно, что в коллекции планетария есть вот такой шикарный спил метеорита Брагин. Чем он еще хорош? Вот именно этот спил, тем, что он достаточно хорошо себя ведет, то есть, он не ржавеет. Все, метеорит Брагин упал, судя по всему, достаточно давно и набрал в себя много, много минералов, ну, земных, скажем так. поэтому в основном образцы, которые находят и пилят, они очень активно ржавеют, вообще очень активно себя ведут, железо у них активное, ну, то есть, украшение из него делать, ну, нельзя, скажем, из семчана можно, поскольку он более стабильный, а из Брагина можно, но не рекомендуется, вот, и вот этот образец, как мы видим, очень хорошо себя ведет, то есть, он не окисляется, это очень хорошо, видать, хорошие условия соблюдены для хранения этого конкретного экземпляра. Четвертая витрина коллекции метеоритов Московского планетария представлена, здесь представлены образцы тектитов и импактитов. Тектиты – это стекла, образовавшиеся при взрыве очень большого метеорита, они в основном состоят из земного вещества, переплавленного. Дело в том, что энергия взрыва настолько мощная, что земная порода, в которую попадает метеорит, она расплавляется и застывает мгновенно. Можно это застывание сравнить с застыванием лавы при извержении вулкана. То есть, лава тоже часто очень представлена стекловатами, стеклообразными или стеклами вообще. Также и тектиты различают несколько видов. В основном тектиты называются по месту, по району находки. Это ливийские стекла с территории Египта, самые выдающиеся, пожалуй, самые красивые молдавиты или волтовин, как его еще называют, поскольку название было дано по реке Волтава, протекающая из Германии в Чехию. Так вот, немецкое название этой реки Молдау, а чешская Волтава. Ну, многие знают, наверное, она протекает через саму Прагу. Так вот, в Чехии называют свой тектит волтовин, а весь мир называют молдавит. Это стекла зеленого, серого, зелено-коричневого, очень красивого вида. Из них делают очень много украшений и даже перетирают в порошок и добавляют в еду. Ну, это некоторые эзотерики, мы не будем этого касаться. Индошениты, это крупный, крупный индо-китайский пояс, где находятся тектиты черного цвета. Вот они здесь представлены, аж до Филиппин туда этот пояс, от Вьетнама до Филиппин. Очень много их обнаруживается, они достаточно недорогие, очень интересный объект для коллекционирования. И так же самое из них делают бусы, украшения, резьбу. На территории, скажем так, России тектитов неизвестно, но на территории бывшего СССР есть очень крупный кратер Жаманшин на территории Казахстана. Вот здесь представлен образец импактитов с этого кратера. А стекла, которые находятся вокруг этого кратера, называются Иргизиты. Вот, по поселку, который, поселок Иргиз, то есть это вот стекла, которые можно обнаружить, ну, самостоятельно имеется в виду, то есть можно сесть на автомобиль и туда приехать. Это очень длинная, долгая, дорогая поездка, но факт остается фактом, что на территории кратера, кратер диаметром 70 или 80 километров, то есть он очень большой, вот, найти будет непросто, сам я там не был, но наша команда туда несколько раз ездила и привозила стекла Иргизиты и импактиты Жаманшиниты. Импактиты это горные породы, которые образовались также в результате удара или взрыва очень большого метеорита, при этом выделяется энергия, породы нагреваются, метаморфизуются, то есть остекловываются, но в отличие от тектитов породы сильно не перемещаются, они могут быть перемешаны, там подвергнутся нагреву, какому-то брикчированию и последующему вот цементированию, то есть они не вылетают в отличие от стекол собственно со своего места, просто видоизменяются в результате удара метеоритов, поэтому импакт английский удар, вот поэтому они получили свои названия импактиты. Хотелось бы остановиться поподробнее на импактите достаточно выдающемся образце, представленном в коллекции планетария, это импактит из кратера Нордлингенрис, Германия. Кратер имеет 24 километра диаметра, датирован примерно 14 миллионами лет назад, то есть событие, удар, падение метеорита произошло 14 миллионов лет, сейчас это уже котловина, уже там эродированная, заросшая, чем она характерна, тем, что из этой породы строят местные здания, есть конкретно церковь, которая является объектом метеоритного коллекционирования, посещения этой церкви, потому что она полностью построена из импактита, можно приехать, ее посмотреть, сфотографировать, это будет как объект вашего, интересный объект людей, которые занимаются коллекционированием знаний о метеоритах, и также сам город Нордлинген, сам город расположен на дне вот этой импактной котловины, вот тем, вот этим примечательен данный образец Нордлинген рис, Селябинский метеорит, упал 15 февраля 2013 года, 18 февраля этого же года наша команда была уже на месте падения, ну, пока никто ничего не знал, но явление было просто колоссальнейшее, и, пожалуй, это самое выдающееся явление за новейшую, скажем так, историю, историю, когда метеориты стали активно собираться, ну, я лично собираю примерно с 95-го года, вот, и вот за 20 там с лишним лет, это было, ну, наиболее колоссальное и действительно очень значительное явление, очень много данных научных, ненаучных, вот, о самом веществе было получено в результате изучения этого падения, начать с того, что метеорит взорвался над самим Челябинском, а первые обломочки, его индивидуальные экземпляры, было обнаружено примерно в 40 километрах от Челябинска, как раз в районе поселка Первомайский и Депутатский, это место, где работали, работали мы, наша, наша команда. Приехав 18 февраля вечером, примерно там, ну, услышав где-то от кого-то, где что, как, вот, приехали в поселок Депутатский и увидели машину. Люди к этой машине подходили, ну, молодые люди, непонятно, что они делали, вроде как поле, дорога прочищена, в деревню, они стоят, там, переодеваются, ну, мы подходим, спрашиваем, ребята, вот как тут, они, да, да, упал тут метеорит, вот, вот, и тут как раз возвращается еще один, ну, товарищ вот этого, которого мы встретили, значит, ну, услышав, что мы разговариваем о метеоритах, значит, и показывает нам камушек, мы, и говорят, о, ребята, типа, специалисты, а вот это, говорит, метеорит, и мы видим, у него в руках шикарнейший совершенно индивидуальный экземпляр, полностью в коре, черный, я говорю, да, метеорит, я говорю, где взял, он говорит, да вот, подходит еще один, достает, вот так вот руку в карман засовывает, и оттуда прям со снегом, вот так вот горсть камней, вот, ну, там, а что-то было не метеоритом, но, штук пять точно было метеоритов, я говорю, как, да где, он говорит, да вот везде, и вот в результате, вместо того, чтобы устраиваться в гостинице, одели снаряжение, и там буквально полчаса оставалось до заката, вот, мы полезли в снег, вот, а тогда я не знал, как нужно еще эти метеориты выкапывать, поскольку снег, ну, там, до полуметра, до пояса доходил, вот, мало того, что надо было найти эту дырочку в снегу, нужно было еще правильно метеорит выкопать, то есть нужно было выкапывать его, а вокруг окапывать, вот, таким образом, вот тогда еще вечером, я понял, что я потерял два метеорита, я не смог их выкопать из снега, ну, на следующее утро мы встали уже, экипировались, взяли там перекусы, и пошли тропить снег, было, был просто, ну, реально праздник жизни, в выходные попались, приехало очень много людей, кто-то ходил просто так, кто-то на лыжах, кто-то на снегоходе, один, я видел следы сделать снегоступы из пенопласта, такие плоские, квадратные следы, мы по ним, они потом подмерзли, мы по ним потом ходили, ходили по снегу, выискивали дырочки, некоторые дырочки полностью заросли уже, корочкой льда, ну, инея, скажем так, поскольку метеорит упал теплым, и вот он парил, оставляя, подплавляя вот этот вот след, и вот в коллекции планетария есть несколько фотографических материалов, где можно увидеть, как вот, вот так вот метеорит выглядел, но он был внизу, то есть вот эти вот сосулички, которые мы находили, они были обращены вниз, самый большой метеорит упал в районе поселка Чебаркуль, пробил озеро, тогда по новостям, там, чего только не говорили про это озеро, но тогда его не удалось найти, и было непонятно, от чего же образовалась эта полынья, вот, но впоследствии весною этот образец нашли и достали, сейчас он расположен в Кривейческом музее города Телябинск, сейчас затрудняюсь точно сказать, но больше 600 килограмм, по-моему, 650 килограммов или 648 килограммов, ориентированный, красивый очень образец, вот, к сожалению, он поржавел, но все равно, вот, тем, кто интересуется, есть смысл конкретно съездить и посмотреть. Самые маленькие же метеориты, вот тут их можно увидеть, они просто лежали на поверхности наста, дети собирали их с дороги, заснеженные, вот, ну, не почищенные до асфальта, вот, и в результате этого, ну, мы у детей там тоже там проверяли, ну, даже покупали образцы там и для себя, и для коллекции, некоторые приносили гор горстями эти метеориты, вот, и мы там сначала, ну, без разбора все это делали, а иногда приходилось просто сортировать, поскольку с кусочками метеоритов они понабирали там щебенки, асфальтов, вот, так вот, эти кусочки мелкие, совсем там меньше, там, одного грамма лежали на поверхности, а кусочки до 10 грамм зарывали снег, не долетая до земли, то есть были образцы, которые реально не коснулись земли, а остались в снегу, вот, и вот эти, вот эти мелкие 7-10 граммов, они достаточно часто попадались, поэтому мы тоже выбирали, куда пойти там, пойти искать вот туда, где покрупнее, вот, ну, это совсем крупный для того места образец, в основном, вот мне попадались вот какие-то такие там в районе 50-40 грамм, самая большая находка была моя тогда 147 граммов, вот, этот образец в коллекции сейчас у меня оставлен, вот, а маленькие там в районе 7 граммов, они достаточно часто попадались, но, соответственно, по массе их было, ну, по массе накапливалось не так активно, ну, собственно, про Челябинский метеорит много всего, можно тоже почитать, поизучать, вот, ну, безусловно, это ярчайшее, ярчайшее явление, есть очень красивые видео, поскольку было утро, есть люди, которые целенаправленно вышли на съемки, и сфотографировали, и сняли видео пролета болида, есть много телефонных записей, вот, конечно, это очень, очень яркий представитель метеоритного дождя, вот, за новейшую историю. Самой выдающейся, пожалуй, жемчужиной коллекции метеоритов Московского планетария является образец железокаменного метеорита Симчан массой 1652 килограмма. Этот образец был обнаружен в 2012 году нашей команды, к сожалению, не мной лично, ну, для меня, к сожалению, но у нас командный поиск, и поэтому удача одного человека является удачей всей команды. Про этот образец можно рассказывать очень-очень долго, вот, но самое главное, что индивидуальный экземпляр железокаменного метеорита Симчан, на нем ярко выражены все признаки, которые характерны, которые являются характерными, отличительными признаками метеоритов. Это ригмоглипты, те самые отпечатки пальцев или углубления, которые образовались при пролете через полуродные слои атмосферы и оплавлении, сдувании вещества при прохождении атмосферы. Кора плавления, ну, для того, чтобы ее разглядеть, все-таки метеорит упал достаточно давно, и она местами поржавела, но ее можно разглядеть здесь местами очень четко, даже до миллиметра толщиной. Вот, в частности, в углублениях ригмоглиптов она присутствует. Образец в целом имеет ориентировку, то есть, можно четко понять, как он летел. Летел он как раз вот этой стороной вперед. То есть, сейчас он лежит своей ориентацией вверх. Видно, что у него есть вот такие вот лучи ориентировки. Также, чем примечательен этот образец. Вообще, надо сказать, что метеорит Семчан был обнаружен первый раз в 1967 году геологом, вот, и после этого времени, до 2004 года, на месте падения никого не было. В 2004 году наша команда в моем лице как раз организовала поездку на место. Тогда точно было неизвестно, где это находится еще. То есть, был абрис геологический, вот, более-менее хорошая схема ручьев была. Вот, мы прилетели туда на вертолете, сели, установили лагерь, вот, и обнаружили просто, можно сказать, метеоритный клондайк. Такого количества метеоритов я за свою жизнь, вот, тогда уже, сколько, тогда уже 9 лет я занимался поисками, вот, я не видел еще ни разу. И такие образцы тоже, естественно, не находил или не видел, ну, кроме как в музее. Вот, надо сказать, что этот образец является вторым метеоритом России. Самый большой, 1745 килограммов психотелей, индивидуальный экземпляр, находится в музее имени Ферсмана. А этот, 1652 килограмма лежит здесь, лежит в открытой экспозиции, за что московскому планетарию большое спасибо, потому что практически ни в одном музее нельзя вот так вот близко поконтактировать, прислониться к метеориту, сфотографироваться с ним, загадать желание, поскольку это упавшая звезда. В этом плане московский планетарий очень правильно и разумно подошел к вопросу экспонирования этих экземпляров. так же, что очень интересно оказалось при находке этого метеорита. Первоначально он был зарегистрирован как железный, но уже в процессе поиска, даже в 2004 году, некоторые образцы оказались несколько легче, чем должны были бы быть железные. По приезде в Москву этот факт был сразу поднят, камни были распилены и были обнаружены зерна оливина. метеорит из железного стал называться железокаменным полоситом. Это увеличило его научную ценность и не только научную ценность тоже. В этом образце присутствует большая часть железокаменного метеорита Симчан. То есть, есть железная часть и есть железокаменная. То есть, здесь посетители и все, кто интересуется, могут воочию разглядеть самостоятельно, как же будет выглядеть железный метеорит в процессе находки и железокаменный. То есть, видно, что железный более ровный, более гладкий, а железокаменный более ноздреватый, можно сказать, на сыр похожий, что ли. И вот в этих углублениях сыра или в ямках, зернах можно увидеть блики кристаллов оливина, что также является характерным признаком для полоситов. конкретно про этот образец. Ну, нашли его на глубине полутора метров, копали трое суток, выкопать выкопали, а вытащить из ямы не смогли, поскольку, ну, экспедиция обладала только, ну, каким-то ручным инструментом. У нас была небольшая, там, 700-килограммовая лебедка, вот, с этой, с помощью этой лебедки мы смогли его просто немного приподнять, ну, и вывалить из ямы. Дальше стали разрабатывать целую стратегию, а как же его отвезти в мир, поскольку поле рассеивания метеорита Симтьян находится в 100 километрах от ближайшего населенного пункта, вот, и осуществляется поездка туда на вертолете. Ну, впоследствии мы уже стали на вездеходе ехать, то есть сейчас бы для нас это не было бы проблемой, а тогда, в 2012 году, это было отдельной проблемой. В общем, вся экспедиция выехала, и мы специально для добычи этого камня, для его привоза, арендовали отдельный рейс вертолета. Был разработан погрузочный стол, ведь фюзеляж вертолета находится на высоте метра от земли, а этот камень нужно было на эту высоту поднять, после того, уже как переместить волоком. В общем, первоначально его обвязали специальной вертолетной сеткой, зацепили крюком, и вертолет на тросу его поднял, транспортировал метров сто до погрузочного стола, предварительно собранного, опустил его туда, что было тоже очень, ну, то есть такая очень сложная инженерная ситуация. Потом вертолет сел, раскрыл фюзеляж, а надо сказать, ведь вертолет это не автомобиль, он не умеет ездить, он умеет только летать, то есть у него привода на колеса нету, и ему к этому столу нужно было не подъехать, а подлететь, то есть вертолетчики просто виртуозы своего дела, это было очень-очень сложным, опасным делом, потому что вертолет качается, ветер дует, вот, и вот этим фюзеляжем раскрытым надо было наехать, но, тем не менее, вертолет подсел к этому столу, и уже дальше по трубам на досках мы в вертолет закатили этот образец, вот, ну, после чего уже было делом техники, когда мы прилетели в Симчан, там в нашем распоряжении уже был лесопогрузчик, вот, и, то есть, как только он лег в вертолет, вертолет взлетел, все, было понятно, все, теперь он начал свой путь и обрел почетное место в коллекции московского планетария. Железный метеорит Дронина один из самых замечательных образцов любой коллекции, можно сказать, даже мира, но для России особенно примечательно. Чем он примечательен? Камень метеорит был обнаружен всего лишь в 2000 году. Обнаружил его человек, который возвращался с поиска грибов, и в 2003 году он образец передал в Академию наук, в Геохии, была подтверждена его метеоритная природа, были сразу организованы несколько экспедиций и было обнаружено, ну, пожалуй, самое значительное поле рассеивания метеоритов, доступное для московского региона. Это Рязанская область, всего лишь 350 километров от Москвы, до сих пор, отправившись на поле рассеяния метеорита Дронина, можно найти отдельные экземпляры этого поистине уникального метеорита. Уникальный он оказался еще и тем, что у него аномальный состав, у него высокое содержание никеля, он зарегистрирован как несгруппированный атаксид, то есть до находки этого метеорита, метеоритов такого типа, именно такого типа, не было встречено, поэтому он пока группа не образовал, поскольку нужно еще одна или две находки точно такого же типа, тогда будет образована группа. но все равно метеорит оказался очень интересным, его много и он красивый внутри. Этот экземпляр был обнаружен уже в общем-то в такое время, когда не предполагалось, что такую массу можно там обнаружить. с 2003 года естественно там велись активные поиски, было собрано порядка трех тонн метеоритов и были большие экземпляры по 200, по 300 килограммов. Но последнее время стали попадаться камни все меньше, 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 но это объяснимо чем больше. Тем не менее в одну из поездок мы уже на Дронино ездим, так у нас открытие сезона, поскольку там все-таки комариный край, стараемся ездить в начале мая, в начале и в середине мая, пока трава не выросла, большая, пока удобно искать, пока почва еще влажная, что помогает на самом деле поиску, то есть электропроницаемость пород земли вероятно выше, и можно обнаружить образцы несколько глубже, чем в сухое время. Ну плюс трава мешает, то есть трава вырастает там до полуметра, до метра, даже, и металлоискатель на нее ложится, он, конечно, ее приминает, но все равно, то есть глубина обнаружения на полметра становится ниже. Но с этим камнем все было гораздо проще, поскольку вероятнее всего, как и первый образец, он был выворочен при строительстве линии электропередач и был обнаружен собственно под линией электропередач. а почему его раньше не обнаружили, скорее всего, потому, что приборы металлоискателей, когда человек заходит под лэп, они плохо работают, то есть идет электрическая какая-то электромагнитная наводка, и вы не можете отличить сигнал от лэп от сигнала железа. Плюс именно в этом месте очень было много железного мусора. и поисковики, конечно, когда он в десятый раз уже лопатой натыкается на какой-нибудь трак или шестеренку шкиф или обломок плуга, ну он уже думал, ну не, ну все, надоело в этом месте копаться. Но есть главное правило поисковиков, копать надо все сигналы, как бы плохо вам, как бы не не нравился вам этот сигнал, надо копать, надо копать все, и часто поисковики монет думают, не, ну у меня тут железо, они же все опытные, у них дискриминаторы стоят, но у меня тут железо, все-таки не ленились, копали и находили какие-то ценные находки. Так же произошло и в этот раз, буквально на двух штыках лопата уткнулась, был очень мощный сигнал, очень мощный, очень широкий, но метеорит огромный, вот, то есть тоже было непонятно, но как-то был скепсис такой определенный, что действительно вокруг очень много мусора, они сигналы перекрывались, вот, но тем не менее буквально на двух штыках был обнаружен вот этот вот образец массой 124 килограмма. Это, собственно, лично моя заслуга, я был один с металлоискателем, вот, так что вот, это индивидуальный экземпляр, у него видно крупные ригмоглипты, вот, к сожалению, кора плавления не сохранилась, поскольку метеорит упал очень давно, настолько давно, что поселения древние 12 века, существующие на территории Рязанской области, с момента вот этих, с момента существования, ни одной летописи, ни одного письменного, ни устного упоминания о падении нету. Ну, в общем-то, и кора плавления, и глубина залегания метеорита, она говорит о том, что он упал не одну тысячу лет назад, поэтому очевидно, что он сильно поржавел, вот, для этого метеорита характерно очень активное железо, вот, и они очень сильно ржавеют, что, в общем-то, видно, вот, то место, где люди его трут, там, вот, тут даже заполировано, это, я не знаю, на самом деле, то ли его железками трут, то ли, я не знаю, как руками так можно сделать, но, тем не менее, посетители это сделали, поэтому, у каждого человека, который сделал вот так вот, на руках остается часть метеоритной ржавчины, и он, кто-то, наверное, об этом знает, а кто-то, может, специально это делает, чтобы унести частицы метеорита, вот, коры плавления не сохранилось, но ригмоглипты явно выражены, внутри этот метеорит очень красивый, у него, он стальной, стального, такого, серебристо-стального цвета, за счет никеля даже чуть-чуть ярче, чем обычная сталь, и в нем достаточно много сульсидных включений, включений троэлита, которые повторяют, скажем так, течение при застывании этого метеорита, то есть, если его распилить вот так, то эти включения будут круглые, а если его распилить вот так, то мы увидим удлиненные включения, поэтому можно сделать дополнительные, это является дополнительными данными о формировании собственно метеоритного тела, вот, так что вот, очень интересный экземпляр, метеорит Дронина, назван по названию деревни, там несколько, всего лишь несколько домов, зимой там живет буквально пару человек, вот, добраться можно на автомобиле, вот, но для того, чтобы сейчас найти образец метеорита Дронина, нужно, конечно, иметь глубинный металлоискатель, который, ну, будет обнаруживать метеорит, ну, хотя бы метров там на полутора, на двух, ну, или метр, с маленьким, с обычным ручным металлоискателем тоже можно, но вероятность очень сильно снижена сейчас. Третий экземпляр этой отдельной экспозиции коллекции метеоритов музея Ураней московского планетария каменный метеорит Харабали. Я не принимал участия в его находке, но можно рассказать, значит, о том, что это каменный обыкновенный хандрит типа H5. Он обнаружен в Астраханской области, недалеко от деревни Харабали. Интересен тем, что пастухи, которые пасут скот, знали давно о существовании этого камня, который непонятно откуда взялся. Ну, они не проявляли особого энтузиазма в исследовании, ну, лежит камень, не лежит. А потом интересующийся человек, по-моему, геодезист, вот, увидел тоже, подумал, а как же так среди вот обыкновенной степи лежит камень? Ну, сделали предположение, что это метеорит, кусочек его откололи, вот, и выяснилось, что это действительно метеорит, и он был привезен нашей командой. вероятнее всего камень ударился, может быть, отскочил от своего места, и то место, куда он первоначально ударился, засыпано мелкими осколками. С помощью металлоискателей удалось определенное количество, там, ну, достаточно много, там, несколько сотен образцов собрать, вот, эти образцы поступили, в общем-то, в свободную продажу, и метеорит Харабали можно приобрести, несмотря на то, что главный образец вот обрел свое почетное место в коллекции Планетария. Ну, вот, значит, железный метеорит Дронина, железокаменный метеорит Симчан и каменный метеорит Харабали. Три главных типа метеоритного вещества каменные, железные и железокаменные. Ну, что ж, в этой экспозиции мы заканчиваем нашу краткую или небольшую интересную и неинтересную экскурсию по коллекции метеоритов Московского Планетария. Выражаем глубокую благодарность Планетарию за то, что предоставили помещение и экземпляры для съемки. Само собой обращайтесь в компанию Камни с Неба. Если вам нужно изготовить обручальное кольцо из метеоритов или подобрать какой-нибудь совершенно уникальный образец, также метеориты можно приобрести в сувенирной лавке Московского Планетария. Всем спасибо, всего доброго, ищите метеориты, наблюдайте небо, увлекайтесь астрономией, ищите камни, смотрите под ноги, и будет вам удача! Редактор субтитров Продолжение следует...